Здесь незаконная застройка в охранной зоне. В 150 метрах вообще ничего нельзя строить. А с другой стороны Лосиного острова, в Восточном административном округе, в районе Щелковского шоссе, тоже в охранной зоне, под реновацию запланировано 1,2 млн квадратов жилья. Построятся здесь дома, построятся здесь, потом люди будут просить, трудно ездить, вот сделайте нам дублер. Как сделать? Только через Лосиный остров. В таком плотном кольце осады строителей национальный парк Лосиный остров, один из первых в России, не было еще никогда. Крупнейший в мире лесной массив внутри мегаполиса слишком привлекателен своей экологией и простором для девелоперов, уставших продвигать точечную застройку в других районах Москвы. Несмотря на то, что строить в национальном парке, как на особо охраняемой природной территории, запрещено, здесь регулярно всплывали истории о заведомо нелегальных вырубках и застройках. Чаще за МКАДом, в областной части Лосиного острова. Но три года назад жители Ярославского района столицы узнали о грядущих работах над огромным комплексом с четырьмя корпусами высотой до 26 этажей и соединяющей их с городом четырехполосной магистралью. Четыре с половиной гектара национального парка, принадлежавшие военной части, рассказывают активисты, в конце нулевых оказались приватизированы и проданы другому частному лицу. 30 июня 2018-го МОЗ «Стройнадзор» выдал разрешение на строительство, ссылаясь на то, что охранная зона не отображена в Росреестре. Росреестр нам отвечает, что сведения об охранной зоне не внесено Минприроды. Минприроды нам отвечает, что сведения об охранной зоне будут внесены после утверждения проекта расширения Лосиного острова, который ориентировочно будет утвержден в 2020 году. В прокуратуре жителям заявили, что охранная зона все равно действует, и строить без согласования с Министерством природы невозможно. Последнее, разумеется, против стройки в национальном парке. Но квартиры здесь уже продаются. Впрочем, преодолевая бюрократическую волокиту, застройщик не успел доделать и офис продаж. Наложили вето надзорные органы. Заброшенные армейские склады, вместо которых и планируют возводить дома, все еще на месте. Пение птиц. В Лосином острове, кстати, четыре краснокнижных вида. При возобновлении стройки утихнет, опасаются местные жители. Еще в национальном парке живут лоси, кабаны, зайцы, которые от строительных планов в лучшем случае уйдут вглубь леса. В худшем погибнут. Вот это стартовая площадка реновации района Метргородок. Это охранная зона Лосиного острова. По ту сторону Лосиного острова район Метргородок. Полуанклав цивилизацией, окруженный лесом. Сюда строители входят под флагом реновации, приметив территорию более трех гектаров. Больше в самом зеленом районе Москвы строить негде. Что такое охранная зона? Это территория, которая должна оградить национальный парк от антропогенного воздействия. Так вот, в охранной зоне запрещены многие вещи, в том числе строительство высотных зданий. Здесь предполагаются здания высоты 25 и, может быть, чуть больше этажей. А наиболее масштабный проект на территории национального парка по ту сторону МКАД. Под дублер Щелковского шоссе у Лосиного острова отрывают территорию в 140 гектаров. При том, что для дороги, по оценкам специалистов, нужно как минимум вдвое меньше. Остальная площадь опасаются активисты под застройку. Сейчас проект постановления об изъятии земель в правительстве. Губернатор Подмосковья Воробьев лично просил премьера Медведева ускорить работу над проектом. В подмосковном правительстве журналистам заявляли, без вырубки трассу в любом случае не построить. А ущерб экологии от выхлопов, стоящих в пробке автомобилей, гораздо выше. Активисты надеются на альтернативные варианты. Рассматривалось пять вариантов строительства. Вот для меня очевидно, что выбран самый дешевый. То есть без тоннелей, без эстакад. Компенсацию животным, живущим в национальном парке, не надо выплачивать. Давным-давно в Балашах обещали провести общественный транспорт, легкое метро обещали. Обещали электрички с удобным расписанием, потому что сейчас там очень большие интервалы. Обещали скоростной трамвай, где оно все. На фоне планов вырубки в национальном парке власти радостно сообщили об увеличении Лосиного острова. К нему планируют добавить почти 2000 гектар. Горинских и Монинских лесничеств в Подмосковье. Экологи и активисты не считают, что так можно компенсировать вырубку леса в национальном парке, запрещенную законом. И опасаются, что после таких примеров и без того гибкие границы природоохранных зон станут необязательной условностью. Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио Свобода, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова